Дети одни, она еще второго родила, девочка была у меня, они вечно эти дети были закрыты. Она уезжала и мне говорила, ты что дура, закрой его и иди Артура. Артур уже 6 лет или 7 лет был, я уже не помню. Я его закрыла и уехала в первый этаж. Да, он открыл окно и не выпрыгнул. Он поставил ведро с соленными огурцами. Я хочу вам сказать, что там не так уж и низко было. Да, там полтора метра была. Как он не сломал себе ничего. И пошел к отцу, а его тоже не было, а он куда-то тоже уехал. Это был для меня урод на всю жизнь. Он когда поставил это ведро, оно все рассыпалось. Видать, он нехорошо встал, упало ведро, оно рассыпалось. Весь дом был в этих огурцах. Ой, я так переживала. Поняла так. А еще у нас такой случай был. Другая соседка была, рядом с нами жили. Она говорит, ты знаешь, на нас немцы хотят напасть. Я говорю, не может быть, да. Нам надо спрятаться. Один идиот пришел и начал орать. Это было, я уже забыла, вечером, по-моему, вечером было. Руси Шишвайны, Руси Шишвайны, все. Это бегом ко мне. Мы залезаем в наш туалет, в ванную и закрываемся климат. И боимся, а мужей нет. Я не знаю, где они были. Части они. Части. Или на учениях. Не помню. Коммунисты шлафы. И вот когда, да, он Руси Шишвайны, Руси Шишвайны шлафы. В общем, мы это слышим все. Мы это все слышим. Тишина. Тишина. На следующий день мы узнаем, что этот придурок, никакой не немец, а наш офицер из этого Снойслагеря за три километра пришел к нашим девчонкам. Тишина. Эти его не пустили. Тишина. Медсестры, да? Медсестры. Тишина. В общем. Короче, этот дурак начал убегать. И вот это, в озеро. Поймали, да? Бросился в это озеро. Его, в общем, там поймали. А мы так все. Не бейте, не бейте. Не бейте, я свой. Вот такой идиот был. Мы так перепугались. А уже в конце, в девяносто первом году, уже когда все началось это, Артур и я одни были. Он был в наряде, как будто интуиция была. Я говорю, Артур, давай, ты зачем в этой комнате будешь? Я одна боюсь. Ты иди здесь на диване ляжешь, а я, значит, здесь на кровати. Он ложится здесь, я тут. И слышу, бах-бахнуло наше окно. Я встала, включила свет, ничего не вижу. Вроде все нормально. Пошли дальше спать. Утром встаем, Клим. Оказывается, когда в окно бросили, стекло разбилось от окна. И все на постель Артура. Вот представляете, если бы он там спал. Вот эта штора, хорошо, что длинные шторы были. Вот эта штора вся со стеклом, вся на его постели. Голова. Голова, да. Голова, да. Какой ужас. Вот такая ненависть этот период была. Вот этот 95-й год. Мы травили, да, мама. Это специально кто-то травил. Столько лет жили, ничего не было. И вдруг, фон, как немцы говорят, фон Войта оф Морген. Сегодня, на завтра, как будто кто-то взял по этому, да, сказал, давай. Все время ненавидели русских. Ну, объединение. Да. Ой, зато почему сейчас так любят? Кого любят русские? Весь ГДР. Почему они так все? Ну, они потому что пожалели, что вот так было. Если на то пошло. Тогда ненавидели, а сейчас прямо не знают, как обратно залезть. Потому что хорошо жили тогда. Лучше, чем сейчас. Да. Тогда они жили прекрасно. Сейчас они так. Особенно наши деревни. Я бы она разговаривала всем. Не только наши деревни. Везде, где были советские войска, немцы жили при Пимовиче. Да. Как и те, которые здесь с американцами, у них работают. Илина, редко кто у них работает, да, с американцами. И попробует кто-нибудь из немцев пойти к американцам. Просто так не зайдешь. Никогда не зайдут. И просто так не полечишься в таких госпиталях. Да. В наших госпиталях все немцы. Аппендицид им делали. Еще бесплатно. Гранды нарезали. Все бесплатно. Да, но попробуй здесь, сюда пойти, кому-то лечить. Магодины русские заходили через один двор. Плиты там заходили. Ну, офицеры заходили. Ничего не говорили. Мы брали сигареты. Нет, ничего не говорили. Водку. А я рада была, что ко мне нет. Все план перевыполняют. По сигаретам. И по коньяку. Что они покупали? Азбах, нет? Да, все покупали они. Элина. И водка. Два евро водка стоила. Два евро коньяка эти. Коньяки свои. Два-три. Самое дорогое было. Настоящее шампанское было. Два пятьдесят. Мальборо. Восемьдесят цент. Восемьдесят финиши? Какой цент? Восемьдесят финиши? Да. Восемьдесят финиши? Коммунизм был тогда. Да. Точно. Тогда был ввести натуральный коммунизм. Ой, вот так живешь и не знаешь, что будет завтра. Что будет завтра. На сегодняшний день лучше ничего не становится, мамочка. Нет, нет. Я думаю, что эта война будет прямо как Вторая мировая война. Будет Третья мировая война. Минимум еще два года. Начнется. Мама, я думаю, не два года. Больше? Больше. Да. Может быть. Они вот так и будут потихоньку, помаленьку, пока американцы не похожи. Эти там уроды, эти тут уроды, эти там. Пока они разделят эту Украину на несколько частей. Как Германию. Да, и не разделят. Англичане чуть-чуть, немцы чуть-чуть. Ты понимаешь, они Украину все распродали. Да. Территорию все, саму территорию. Зеленский распродал. Англичанам, американцам. Немцам. Поэтому они воюют. Поэтому эти или должны до конца воевать, или все потеряют. Да. А это же миллиарды. Триллионы, а там не миллиарды. Там сырье. Сырье, которое нескончаемое. Одни поля. Чего стоят. Да. Хлеб. Ну, хлебопит. Чернозем. Там идет все только. Кроме чернозема, там еще нашли эти, для аккумулятора вот то что. Какой-то масок. Вот аккумуляторы вот делают в машине. Нет, только литий. 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 Этот металл, да, нашли где-то раскопки в Харьковской области. В области. На Украине очень. Они посчитали где-то за три с половиной триллиона. О, ну конечно. За три с половиной триллиона. Всю Украину. Они же говорят, что воевать до последнего украинца, что все украинцы умерли и они могли взять это. Литий. 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 Вот и все. Коротко ясно. Только народ украинский это не понимает. А, да народ венчан или да. Народ, да. Ой, мама, народ везде как баран. Да, да. Они, кто при деньгах, они себе хорошо все обеспечивают, а народ как был баранами, так и остается. И мы точно такие же все. Или или иначе, ты хуже всех жила, ты лучше всех жила. Всю жизнь все вам завидовали. Давай честь. И в этом плане, мама, я хочу сказать, что все равно здесь, если правительство что-то и дает, то с другой стороны, оно столько с тебя сдирает, что хоть кто-то и кто-то. Ну, Ирина, да, по сравнению я как-то… Знаешь, почему говорю? Они-то себя не сдирают. Кто? Правительство? А что, они тупые что-ли, что себя сдирают? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Вот это я хочу сказать. Ты чайник? Я дурак. Да. А они даже на ноги себя сняли. Ну, если была возможность, почему нет? Если я в магазине работала, почему нет? Я должна была другим давать, а себе нет? Да. Ты тоже очень не социальная. Я нормальная. Человек. Капиталистическая. Правильно. Вот. Немцам я всем давала два ящика банана. Один для русских, один для немцев был. Все, я договорилась с командиром. А ты хотя бы скажи, что русские – это наши. А мне немцы тоже наши. Деревня вся наша была. Как я могу сказать, это наши, а это не наши. Мы в одной деревне жили. Да. А я хочу сказать, что подразумеваешь под русским, это… Ну, советский контингент. Советский контингент. Да, да. Там и армяне были, и грузины были. Чтобы люди понимали… Хотите, я одну вещь тоже скажу вам, посмеемся. Давай. Я дружила уже с Машей, да. У меня подружка была Маша. Я в этом, ну, в этом части, когда работала, на штабах. А Маша была эта, машинистка-секретарша. А, я помню ее. Очень хорошая женщина. Она украинка была. Да, да? Украинка. Старше тебя? Может, немножко старше. У нее такая прическа всегда. Очень такая ухоженная. Она как будто была секретарша. Ну, она настоящая секретарша. Ну, ей было лет под сорок. Да. Я моложе лет на десять. Да, да, да. Я помню. Но мы близкие были, дружили. Очень хорошая женщина. В хороших отношениях были. И вот она, она часто у нас была. Я всегда, чай, мая, там, что-нибудь такое делаю. И она решила нас пригласить в гости. Она мне говорит, Зоя говорит, у нас, знаешь, одна семья есть. Они армяне, да, очень хочет с собой познакомиться. Я говорю, Маша, я не хочу. Она мне говорит, ну, мне уже неудобно говорить. Я сказала ей, я говорю, зачем ты их пригласила? Откуда я знаю, что за люди? И, в общем, Маша нас приглашает. Мы идем в ночь в лагерь. К ней домой. Ее муж, не знаю, какой он, танковая часть была или что, в общем-то. Клин, мы приходим, и Маша, значит, зовет эту армянку. Ты слышишь или нет? Я слышу, Маша, слышу. Эту дуру звали Кнарик. Пускай слышат, если даже есть. Если еще нет. Значит, видно. Только, значит, мы захожу, да. Она, значит, заходит и говорит, здравствуйте. Наши армяне вот такие, да. Вместо того с нами дружат, с этими русскими дружат. Баскаляне. Да. Я говорю, я не поняла. Она говорит, вам не стыдно? Почему твой муж не идет, говорит нам, вам что-нибудь надо? Мясо, картошка, яйца, яйца. Дура, да? Я ей говорю, я не поняла, вот что, ненормальное? Это что, моего мужа отцовский склад? Значит, мы, извините, пожалуйста, должны по всем домам ходить, где армяне живут, и скажут, пожалуйста, сколько килограмм вам мяса? А вам? А вам картошка нужна? А вам? Я говорю, вы что, дура? Или не надо, что его отцовский склад? А потом моего мужа посадят. Вы принесете мне два килограмма мяса? Или что? Она на меня смотрит. Я говорю, Маша, это что за соседка у тебя? Она из-за этого хотела с нами дружить? Я говорю, я вообще хочу встать и уйти. Маша говорит, пожалуйста, Зоечка, пожалуйста, прошу. Я сидела, не общалась. Я не знаю, она убралась, я это уже не помню или нет. Но я это в жизни никогда не забуду. Поэтому, я говорю, я сказала, что я ни с кем не хочу. Ни армян, ни кто. Не хочу ни общаться, ничего. Я что, буду ходить к вам и говорить? Дайте, пожалуйста, мне два кило мяса, пять кило этого, три кило этого. Нет, она забыла, когда зашла, она сказала, напишите список, что вы. Мы вам сами привезем. А потом еще я в магазине пошла работать, надо было полмагазина им дать. Я такую ненавидность. Я такую ненавидность после этого. Я посмотрела, какая у нее самооценка высокая, что она вот так сидит нагло, как будто тебя 150 лет знает. Даже не знаю, да. Человек только зашел, да? Вот это нагло. Вот я и отвернулась и ушла. Маша очень расстроилась. Я сказала, в следующий раз, пожалуйста, таких соседей с нами не приглашай. Если тебе нравится с ней общаться, она говорит, я ее ненавижу, Зоя. Ну, она как пиявка, как прицепилась, узнала, что он на складе. Познакомь нас, познакомь нас. Ну, если ты хочешь знакомиться, по другой политике иди. По-хорошему как-то улыбнись, вот как мы с Машей были, да? А то никак вам не стыдно. Стало вот так. Нет, вместо того прийти спросить, что надо или это. Ну, по-армянски говорили это. Ну, половина по-армянски, половина по-армянски. Тупица с какой-то деревни, не знаю. Я думаю, что она как. А Маша мне говорит, Зоя, ты не такая совсем. Я говорю, мне стыдно, что вот такие. Хай-тараконные. Какая-то листулька. Точно. Мне стыдно. Точно. Ну, посмотри, Элина, Размих Сергеевич, это вообще был совсем такой золотой человек. И очень рано умер. Ему даже 70 не было. Он очень был, и активный такой. А как он ведрами грибы находил, шиповники, варенье делал. Все он делал. В 2000 году мы поехали. Первый раз. Вот когда мы поехали, они же в 15-м квартале живут. Да, да. Только забыл уже я, какой этаж там у них. У них три комнаты были. Хорошие. Они же обмен сделали с Уфой. В общем, они вот там жили. Не помню, какой этаж. Не то седьмой, не то какой-то этаж. Мы часа два-три посидели, все вспоминали. Я им рассказала, как мы сдались, как мы жили, все это. Мы хорошие, я подарки отнесла. И вспомню уже, что уже совсем другая жизнь была. Вот когда мне было, значит, тогда мне было сколько лет, если это было в 2000-м году? В 2000-м году. 25 лет прошло. Ну вот мне было 50, значит ему было 60. Ему было 60. И он через 10 лет 70 было около 70. Хорошо. Тоже, да, ты сказала, что он умер? Она же мне написала. Она написала. Вспоминаем и смеемся. Ой, а когда... Я вспомню. Кварсовы как большие клубнику собирались. И скривились все. Не знаю. Подожди. Я чуть-чуть это не помню. Ну как? Это когда было? На мою свадьбу? Должна была свадьбу. На ФИСАТ. На ФИСАТ пошла на клубнику. На ФИСАТ пришла и говорит, слушай, давай поехали. Все едут это, клубнику собирать. А где вы собирали клубнику? Швебницу? Я не знаю, где он возил нас. Швебницу? Да, да. Мы собирали, значит, один для себя, один для государства. Один для себя. Вот себе штук мы собрали. И не соображаю, что свадьба впереди. А как мы будем свадьбу делать? Крым. Мы пришли с этой... Все кляли. Как ты что? Мне так плохо стало. Я не смогу, не смогу делать. Потом все девчонки пришли и говорят, ты что с ума сошла? Не переживай, сейчас такую свадьбу сделаем. Все собрались, все эти наемные девочки, все сидели около столовой. Одна делала винегрет, вторая не знаю, что делала. В общем, третья еще что-то. Все не делали кроме меня. Я где была? А ты невестой была. Делали это в этом, да? В лесу делали. Да, да. Но все с разрешения. Полковника этого... Палатку поставили. Палатку поставили. В общем, там целый этот... Большую палатку у нас. Потом половину разбрелись. Полица, полица, полица. Там лавнивали. И 14 стринга нашел. Стринги что? Стринги. Время. Ты даже не знал, что такое. Ха-ха-ха-ха. Палатку поставили. Палатку поставили. Палатку поставили. Как у нас из тринги, ты знал? Как у нас вообще? Как у нас? А ты что говоришь? Тринги, тринги. Это от Германии вот объединяется. Трусы. Ой, вот. Тогда такого не было. А чего? Ничего не было. Ничего не было. На елке висели, как на кардавале. Только четыре стыка на елке кто-то повезет. Это грамотный человек, который в жизни ничего не видел. Стринги. 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 Не было. Это сейчас я говорю. Трусы. Трусы. Да. Ты откуда знаешь? Ты их находил? Трусы. На следующий день мы пошли палатку все снимать. Солдат пришел. Посмотрите это. Кто-то оставил. Я говорю, оставил, а? Было? ничего не было тогда я тоже знала я помню еще или на подарки вот эти наши красивые это купила вот это корова что дочка больная была вот они принесли полотенца красивые два с половиной контейнера куда ушло все петель что дорогой там половина наши деньги он знаешь что клип сказал он сказал что когда они там были сказали о балаян едут говорят вы знаете этот балайн когда уехал сварку взял на этих заголовок заварить все чтобы ничего не проверяли они думали что у балаянов 100 кантейнер и он тогда уже сказал женюсь контейнер когда открываешь там ушка до отломалась надо было заварить его но как у меня начали спрашивать агентария может быть или где вот есть петли открыты все завалил себе на схвате пошел за рулю до этого не только и вещи бы вот замолил ноги кто не откроет а в армении дети достойно тогда контейнер бесплатно государство платила контейнер 5 это тем более мы военные были 45 суток было отпуска Контейнер бесплатный. Вот посмотри, да? Контейнер бесплатный. А сейчас возьми один маленький контейнер метр на метр. Покажи. Один посылка посылаешь 80 евро. Одна посылка. Я даже не хочу подумать, сколько стоит 5 тонн, чтобы послать. Ну да, если ты, может быть, там, я не знаю... Миллионер, миллиардер еще. Да, сотни таких делаешь, может, тебе там скидка какая-то. А так... Нет, Элина, жизнь поменялась совсем не так. Лимка, вы когда ехали, вы мебель везли сюда? Нет. Ты знаешь кого-то, который контейнер посылал? Контейнер, да, отправляли. А не знаешь, стоило это что-то или нет? Конечно, стоило, Элина. Они что, военнослужащие были, что ли? Они гражданские были. Да. Ну, наверное, какие-то льготы были у них. Они ехали сюда, как аузитлеры, как совсем по другой статье они шли. Но я не верю, что многие... Они дома проводовали, очень многие... Я помню, мы туда приехали осенью, да? Навряд ли они контейнеры. Они шли как вешаться. 300 километров в другой город, Актюбель. Мам, я кто-то мне говорил, что вот послали они контейнер, мебель свою, привезли сюда. Но я даже не додумалась спросить. Значит, у кого-то были деньги. Но это какой год был или иначе? Я ничего там было, когда это, говорю, а ты рассказал, Вики какой-то русский, приехал... Сейчас все вытащися, чтобы не было. Да, они дома продавали, а многие не могли... Давай.